Привет! Меня зовут Лера Коржи, я являюсь амбассадором бренда Интерспорт, а также создавателем онлайн-школы Здорового Телка. В каждой видео тренировки я делюсь с вами новыми видами спорта, которые существуют. Сегодня у нас миофасциальный ролл. Мы будем делать тренировку, прорабатывая болевые точки. Миофасциальный ролл предназначен для того, чтобы расслаблять мышцы после тренировок, прорабатывать триггерные точки, это болевые точки в нашем теле, а также улучшать гибкость и подвижность мышц и суставов. Поэтому сегодня я поделюсь несколькими упражнениями и советами по тому, как с ним работать. Важной составляющей является ваше дыхание. Во время тренировки с роллом вы должны дышать медленно, делая глубокий вдох носом и выдохи ртом. А также в каждом упражнении вы должны оставаться от 40 до 60 секунд. Я рекомендую вам определить свою шкалу боли от 0 до 10. Если вам больно где-то на шестерку, на семерку, соответственно, вы будете понимать, насколько вам стоит, либо же не стоит надавить на ролл. Дело в том, что работа с роллом зависит только от соприкосновения массы вашего тела вместе с роллом. От этого и зависит, насколько давление будет большим, либо же менее слабым. Итак, как я рекомендую работать с миофасциальным роллом? Вы берете таймер, ставите его от 40 до 60 секунд. И это время выполнения на каждое из упражнений. Сегодня я покажу вам упражнение на мышцы спины, шеи, поясничного отдела, также мышцы ягодиц и ног. Итак, начинаем с упражнения для наших мышц спины и лопаток. Если у вас есть какие-либо зажимы, если вы сутулитесь, либо же много сидите, это идеальное выполнение. Я рекомендую выполнять каждое утро, либо же каждый вечер, вне зависимости от того, есть у вас тренировка или нет. Итак, начинаем с мышц спины. Для этого мы распределяем наше тело по середине на роли. Дальше пятками упираемся в пол, приподнимаем ягодицы, руки под голову и лопатки разведены. Смотрим в потолок. Теперь вам нужно сделать такое ощущение, чтобы вы могли прокатиться, поэтому определите длину вашего шага. И затем мы начинаем с вами от середины спины прокатываться по роллу до шейного отдела и обратно. И вот по этому упражнению мы с вами катаемся около 40-60 секунд. Теперь ваше внимание должно быть направлено именно на ту мышцу, которую мы прорабатываем. Оно не должно быть рассеянное. Только так, с фокусом вашего внимания и равноберным дыханием, носом вдох, ртом выдох, вы сможете прочувствовать и проработать ваши болевые точки. Для того, чтобы мышцу расслабить, на нее нужно оказать еще более сильное воздействие. Только так, через боль мы почувствуем расслабление. Теперь по поводу мышц поясницы. Вот эту часть мы с вами пропускаем. Ее на роли катать не нужно. Почему? Потому что у нас и так поясница находится в прогнутом состоянии. Соответственно, когда мы сейчас начнем ее прокатывать, мы будем еще больше выгибать обратно. Поэтому мы работаем с вами от середины спины до шейного отдела. Затем мышцы поясницы пропускаем и работаем уже от низа спины до ягодиц. Если у вас есть проблемы с заживами седалищных нервов, это отличная проработка дома без помощи рук массажиста. Что мы делаем? Итак, мы находим свой седалищный нерв. Это находится сверху над ягодицей. Ложимся боком, находя эту точку, чувствуем болевые ощущения. И дальше максимально расслабляемся и находимся в этом положении. Теперь здесь нам нужно расслабиться. Вдох-выдох. Сначала вы почувствуете такую действительно сильную боль. Но чем дольше вы будете лежать, чем глубже будет ваш вдох и выдох, тем больше будет идти расслабление. Это и называется проработка триггерной точки. Так мы делаем с вами на левую часть, затем переворачиваемся и на правую часть. Теперь мой совет, как расслабить поясницу после напряженного рабочего дня. Мы ложимся на миофасциальный ролл. Определение этой точки, это вот место копчика. Мы ложимся на копчик, выравниваем ноги и чуть-чуть прокатываемся. Теперь нужно, чтобы ваши ягодицы оказались вверху, а спина под углом 45 градусов лежала. И максимально расслабляемся. Вы должны чувствовать легкие болевые ощущения в зоне крестца поясницы и выше по мышцам поясницы. Таким образом мы лежим с вами 60 секунд и расслабляемся. Следующее упражнение у нас будет для проработки нашей диафрагмы. Очень часто на протяжении дня мы с вами сутулимся и зажимаем переднюю часть и плечевую часть. Поэтому мы ложимся на ролл, таким образом, чтобы у нас он лежал как бы под мышкой. Рука ровная. Другая рука у нас возле уха находится пальчиками. Мы с вами сначала закрываемся и затем на выдохе делаем раскрытие. Опять закрылись и на выдохе делаем раскрытие. И делаем так на протяжении 40 секунд. Когда 40 секунд прошли, мы с вами раскрываемся и в этом положении лежим еще 30 секунд. И чувствуем, как у нас растягиваются наши диафрагмы. Абсолютно каждая девушка мечтает о том, чтобы ее ножки были подтянуты. Поэтому в этом миофасциальный ролл очень незаменимая штука. Итак, как подтянуть мышцы бедра? Мы с вами ложимся на бок, кладем ролл над коленком, боком. Другая ножка сверху перекрывает. Выходим на ровную руку. И теперь мы с вами прокатываемся от колена до бедра. Если честно, вы почувствуете очень сильные болевые ощущения. Но они означают только одно, что у вас забиты эти мышцы. И, соответственно, их нужно разбивать, чтобы они были более подтянутыми. Мы с вами... Ай-яй-яй! Даже мне очень больно. Мы с вами так выполняем до 60 секунд. И затем переворачиваемся на другую ножку. Итак, мы проработали внешнюю поверхность бедра. И для того, чтобы ножка была еще более подтянута, также можно прорабатывать квадрицепс. Для этого нам нужно перевернуться на живот, зафиксировать, чтобы ролл у нас был над коленкой. Дальше переходим на ровные ручки. Другая ножка согнутая в стороне. И теперь мы прокатываемся до начала бедра и до коленка. Таким образом мы прорабатываем с вами квадрицепс. Можно чуть-чуть закручиваться влево, чуть-чуть вправо, чтобы проработать всю эту мышцу. Тоже таймер ставим 30, извините, 40, 60 секунд. И делаем сначала на левую, потом также делаем на правую ногу. Теперь упражнение на проработку мышц ягодиц и бицепса бедра. Если вы их качаете особенно, они забиваются. Соответственно, их нужно протягивать на роли, для того, чтобы силуэт был более вытянутый. Что нужно сделать? Мы с вами садимся ягодицами на ролл, упор сзади руками, и ножки у нас находятся в воздухе. Теперь мы с вами переходим весом на руки, прокатили ролл под коленки, и затем прокатываем обратно на ягодицу. И здесь в конце ставим пятки. Опять оттолкнулись и обратно. Оттолкнулись, обратно. Очень важным элементом есть давление на ролл. Если вы находитесь, грубо говоря, в воздухе, держите себя, то вы не прочувствуете. Сила определения вашего упражнения – это то, насколько весом вашего тела вы давите на сам ролл. Он имеет, видите, такую структуру, вот с такими пупырышками, которые очень хорошо при давлении на них как раз-таки воздействуют на болевые точки. Итак, последнее упражнение – проработка икроножных. Абсолютно каждая девушка хочет, чтобы эта часть ножки была подтянута и красиво смотрелась как на низком ходу, так и на высоких каблуках. Я рекомендую прорабатывать каждую ногу отдельно. Таким образом мы сможем оказать более сильное воздействие на мышцы. Ставим ролл над щиколоткой. Руки в упоре. Другая ножка согнута в колено. Руки в упоре возле бедер. Теперь отрываем ягодицы и прокатываем вниз и обратно. Делаем так 60 секунд на одну ногу, 60 секунд на вторую ногу. Тренировка с миофасциальным роллом не займет у вас много времени – 10-15 минут. Но за счет такой тренировки вы очень сильно расслабите свое тело, проработаете болевые точки и сделаете сам силуэт вашей фигуры более подтянутым, упругим и, соответственно, красивым. Я показала вам лишь малую часть тех упражнений, которые можно выполнять с миофасциальным роллом. Если ранее у вас был опыт подобных тренировок, пожалуйста, поделитесь в комментариях еще какими-то интересными и классными упражнениями. Если вдруг у вас возникли вопросы по поводу выполнения тех упражнений, которые показала, обязательно тоже пишите в комментариях, и я отвечу на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал Интерспорт и следите за выходом новых классных тренировок с разным инвентарем. С вами была я, Лера Корж, бренд Интерспорт. До новых встреч в следующих тренировках!